Уважаемые друзья, дамы и господа, основной лейтмотив нашего сегодняшнего мероприятия заключается в том, что в самые сложные времена, о которых только что говорил президент России, и в сегодняшние непростые времена, мы тогда были вместе, мы будем из этой ситуации непростой, выбираться так же вместе. Так легче, так поступают истинные близкие народы, братья. Состоявшееся сегодня заседание Высшего Госсовета подтвердило особую значимость в современных условиях и в перспективе наших двусторонних отношений. Вступление в силу с 1 января 2015 года договора о Евразийском экономическом союзе, как показало сегодняшнее заседание ВГС, не снижает актуальности и перспектив развития союзного государства. Оно остается наиболее продвинутым интеграционным образованием, в рамках которого впервые совместно отрабатываются и реализуются многие вопросы. Пусть не так быстро, но не наскоком, а как было здесь сказано президентом, мы аккуратно совершенствуем ранее принятое наше решение, и те процессы, которые происсекают на территории нашего Отечества, они постоянно находятся в поле зрения наших правительств, руководства наших стран. Мы сегодня приняли бюджет государства союзного на 2015 год. Важно, что в текущей непростой ситуации мы этот бюджет увеличили. Значительная часть этих средств, как было сказано, пойдет на союзные программы. Это энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство. Таких у нас 40 проектов. Утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития нашего проекта союзного на среднесрочную перспективу до 2017 года включительно. Это такие направления, как согласование внешней политики, формирование единого научно-технологического пространства, развитие агрокомплекса, создание единого миграционного пространства, общего рынка труда, обеспечение социальной защитой граждан. Мы также рассмотрели ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики. Мы с Владимиром Владимировичем всегда отмечали плодотворное сотрудничество, особое сотрудничество наших двух ведомств, дипломатических и оборонных ведомств. Я благодарен президенту России за ту трепетность и чуткость в отношении нашей общей победы, 70-летия, которые мы празднуем в этом году. Вы знаете, многие говорят, что мы слишком часто говорим об этом, но ведь давайте не будем душой кривить, только два осталось государства, которые так трепетно относятся к этой дате. Свидетельством тому было присутствие президента России в прошлом году на праздновании нашей победы при освобождении Беларуси, создание и открытие. Мы с ним открывали новый музей Великой Отечественной войны в Минске. Мы очень активно работаем, особенно наши ученые, по противодействию попыткам фальсификации истории искажения исторической правды во Второй мировой войне. Что называется на злобу дня, особенно в последнее время. Кто бы мог подумать, что на просторах бывшего Советского Союза, народах которых рука об руку воевали против общего врага, спустя 70 лет, мягко говоря, появятся люди, которые не понимают и не знают историю Великой Отечественной войны. Поэтому нам уже в общем доме приходится защищать итоги Великой Отечественной войны и не допустить фальсификации этих итогов. Мы подписали, только что вы это видели, ряд международных документов, напрямую затрагивающих интересы наших граждан Беларуси и России. В этом ключе мы и дальше будем действовать. Владимир Владимирович сказал, что накануне мы немало посвятили времени обсуждению один-на-один состояния наших отношений и перспективы их развития. Знаете, по-разному относятся к нашим отношениям. Это небольшая часть общества и у нас, и в России. Но те, кто думают, что мы имеем такие непреодолимые проблемы, пусть успокоятся, мы их приятно разочаруем. Мы в этой сложной ситуации знаем, что делать, и мы договорились, что из нее, как я уже сказал, мы будем выходить вместе, как и положено нашим братьям, братским народам. Владимир Владимирович, знаю, что вам непросто, правительству непросто в эти времена, но мы чувствуем вашу поддержку. И не просто поддержку. Мы реализовываем такие крупные проекты, вы один из них назвали, атомные электростанции, 10 миллиардов долларов. Должен вам сказать, что на два месяца уже сегодня опережаем проект. Белорусы и россияне строят ее вместе, рука об руку. И у нас есть очень крупный космический проект. На этих проектах в Беларуси создана космическая отрасль, которая работает рука об руку, плечом к плечу, с российскими космическими предприятиями. Высокие технологии. Это то, о чем я по заявлению Дмитрия Анатольевича Медведева недавно слышал, выход на новый инновационный путь развития. В данном случае мы друг от друга не отстаем. И я уверен, мы вместе преодолеем любые трудности. Просто надо понять, что ничего экстраординарного не произошло. Мы просто работаем в новых условиях. К ним надо адаптироваться спокойно, с трезвой головой и чистыми руками дальше действовать. Что мы сегодня продемонстрировали. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за сказанное. Благодарю ваших коллег и вас за активную работу на НИВе нашего проекта союзного. Вы можете быть уверены, что беларусы достойно пройдут свою часть пути. Спасибо. Спасибо.